Предметный столик, зеркало. То есть мы можем со всех сторон смотреть на микроскоп. Рассмотреть все детали микроскопа при помощи смартфона и четырехмерного пространства в 21 веке проще простого. В этих книгах плавают рыбы, оживают планеты Солнечной системы, животные и птицы. Если современные дети на происходящее реагируют спокойно, то их родители мечтают отправиться в прошлое, захватив с собой смартфон и красочные страницы издания, приговаривая, во дворе бы обзавидовались. То, что книга лучший подарок, особенно такая, по-прежнему считает директор детской библиотеки Татьяна Халитова. Отмечая, что ни одно электронное издание не способно передать запах типографской краски и работу иллюстраторов. Детей, говорит Татьяна Алексеевна, приучать к чтению книг нужно с самых ранних лет. Читающий ребенок обладает хорошим словарным запасом, грамотно пишет потом в школе. И вот этот процесс чтения, он очень важен, интеллектуальный процесс для развития творческой личности ребенка. Чтобы читать могли все, независимо от возраста, положения и достатка, ежегодно в мире отмечают День книгодарения. Идея этой даты родилась в 2012 году у английской писательницы мамы двоих детей Эммы Перри. Позже инициативу подхватили писатели, издатели и представители культурных и благотворительных организаций различных стран мира. В этот день принято дарить хорошую, качественную литературу родным, близким и просто случайным знакомым. Своими прочитанными книгами с Центральной городской детской библиотекой сегодня поделились ученики 121-й Самарской школы. Есть такая фраза, что книга – лучший подарок. Слышали такое? Да. В знак благодарности ребятам представили литературную программу «Влюбленные в книгу». Светлана Цой обожает книги с детства, поэтому найти общий язык со школьниками не составило труда. Я вообще очень сильно зачитывала с книгами, меня сложно было от них оторвать. Родители даже ругались иногда. Мама просит прийти помочь, просит о помощи. Я говорю, сейчас еще главу дочитаю и приду к тебе. Я дочитываю главу, понимаю, что мне интересно читать дальше. Она приходит уже через полчаса, пойдем помогать. Ребята узнали, как и когда появились новые книги, услышали об истории создания библиотек и лучших детских изданиях. Несмотря на то, что у каждого из них ежедневно под рукой гаджеты, читать они любят и рассуждают совсем по-взрослому. Понимая, что интернет – это ресурс, который может помочь лишь в некоторых случаях. Мне нравится Гарри Поттер, девочка Вера и обезьянка Анфиса, гарантийные человечки и многое другое. Интернет люди создали для того, чтобы он помогал им, а не заменял их. Лекции и открытые уроки, посвященные Международному дню книгодарения, уже имеют свою небольшую историю. Послом ежегодной благотворительной акции «Дарите книги с любовью» с 2017 года является российский актер, театр и кино, режиссер, телеведущий, заслуженный артист России Максим Аверин. За пять лет к акции присоединились все 85 регионов нашей страны, было собрано и передано в различные организации около миллиона изданий, более ста тонн книг. Принять эстафету книгодарения может каждый из нас, тем более, что праздник совпадает с Днем всех влюбленных. А это значит, что книга действительно может стать лучшей валентинкой для возлюбленных, поднимет настроение и обязательно расскажет о ваших чувствах. Ольга Павлова, Игорь Казановский. События.